Закон о защите прав потребителей Закон о защите прав потребителей И за все эти 30 лет он неоднократно претерпевал разные изменения Вносились поправки Причем поправки вносились исходя из тех жизненных ситуаций Которые складывались на определенный момент И если мы говорим о статье 16 Закон о защите прав потребителей Которая раньше провозглашала, что включение в договор Условий ущемляющих права потребителей Недопустимо Но не расшифровывало, какие условия Возникали судебные процессы Приходилось доказывать, что именно это условие Нарушает права потребителей Ущемляет Сейчас Для того, чтобы Улучшить положение потребителя Были приняты эти поправки Разрабатывал их Роспотребнадзор То есть по факту разночтения теперь быть не может Причем четко прописали те недопустимые условия Которые нельзя включать в закон При этом предусмотрели, что потребитель Если он выявит в договоре недопустимые условия Он заявляет об этом И продавец обязан внести поправки В этот договор Рассмотреть требования потребителя в течение 10 дней И обязательно письменно уведомить его о результатах рассмотрения Наталья Рауфовна, эти поправки касаются всего Что будет после вот этого срока заключено Или то, что до тоже Да, самое ключевое, что эти поправки Вступают в силу с 1 сентября Но распространяются и на те договоры Которые были заключены до 1 сентября 2022 года А давайте сейчас коротко просто огласим Весь список называется Кого эти поправки коснутся больше всего Чтобы зрители уже сейчас все были внимания И понимали Если вдруг мы с вами не успеем Да, то в принципе можно с этим ознакомиться Но те, которые нам будут понятны Те, с которыми мы сталкиваемся Ну, ключевая поправка Это нельзя требовать Вернее, отказывать в заключении договора Если потребитель не предоставляет свои персональные данные В том случае, если предоставление этих персональных данных Не предусмотрено законом Ну, если мы покупаем билет на концерт Никто не имеет права требовать от нас Фамилии, имя, отчество А вот какие случаи предусмотрены законом Да, ну, в любом случае Если мы заключаем договор Допустим, на оказание медицинских услуг Естественно, нас просят фамилию, имя, отчество И мы должны представить ее Да Если мы покупаем ювелирные изделия Стоимостью более 40 тысяч рублей То продавец обязан потребовать от нас еще и паспортные данные Кроме фамилии, имя, отчество Во всех остальных ситуациях Ну, когда это необходимо Ну, вот если это необходимо при заключении договора Допустим, вам договор заключен, допустим, на приобретение товаров Но предусмотрены и возврат товара, да, и там какие-то условия доставки То и электронную вашу почту продавец вправе попросить Потому что с вами будет удобнее связаться Ну, в принципе, вы можете и отказаться в этой ситуации Ну, это предусмотрено каким-то договором Далее Что еще, с чем мы еще сталкиваемся, да Запрещается ограничивать возможность права потребителя На выбор способа и формы оплаты У нас закон о защите прав потребителей предусматривает Что мы можем оплатить товар, услугу Либо безналичным расчетом, либо наличным А иногда бывает такое, что продавцы просят А вы можете нам все-таки наличным, да Да, и дальше я же сразу ухожу уже из 16-й в другую статью Которая называется 16.1 Закон предусматривает наше право на выбор этих формы оплаты товара При этом обязанность продавца обеспечить возможность Безналичного расчета с помощью национальных платежных систем То есть это карты Возникает тогда, когда выручка его За год предыдущий составляет 20 миллионов И в данной торговой точке, если мы говорим о каких-то небольших торговых точках То выручка за предыдущий год должна составлять 5 миллионов Вот в этом случае продавец обязан обеспечить возможность расчета банковской карты То есть в том случае, если это находится какой-то маленький магазин сельской местности Да, еще если, конечно, если в какой-то сельской местности отсутствует интернет То, естественно, здесь продавец освобожден от ответственности, от этой обязанности То есть тут надо понимать, потребителям в том числе Конечно, мы должны понимать, что если мы приходим в магазин какой-то, достаточно крупный У нас 5 миллионов это не такие большие деньги за год Это же выручка И при этом запрещено обуславливать, вернее устанавливать разную цену В зависимости от способов оплаты То есть если вы платите картой, допустим, это одна цена А если вы платите наличкой, то это другая цена, это тоже запрещено Вот так, а такое тоже встречается Да, такое тоже встречается Нужно понимать Что еще встречается, с чем мы сталкиваемся, да, и можем столкнуться Это снижение законных неустойк, которые установлены законом Сейчас очень распространена такая форма, как предварительная оплата договор Допустим, мы заказываем какой-то товар с условием доставки его через неделю Через две мы оплачиваем предварительно При этом продавец устанавливает срок Но вот за нарушение этих сроков законом предусмотрена неустойка 0,5% от стоимости предоплаты 0,5% от стоимости предоплаты за каждый день просрочки Да, если продавец нарушает, то есть определенная сумма набегает Продавцы некоторые у нас умудряются снижать этот процент неустойки в договоре прописывая Вот сейчас это запрещено Запрещено также, допустим... Есть важный момент, да, я знаю про навязывание дополнительных услуг Это уже набившая оскоминную историю, мне кажется Но тем не менее, у нас запрещено сейчас чутко обуславливать приобретение одних товаров, работ, услуг Обязательным приобретением других Сталкиваемся мы с этим, да, где вот самое болезненное, наверное Это когда заключается кредитный договор и условием обязательным считается Обязательное страхование жизни Сейчас это запрещено То есть, в принципе, не может банк сказать, что либо вы страхуетесь, либо мы, не знаю, там что, увеличиваем процент Либо мы вам не дадим прийти То есть вам предлагают все другие условия, да, без страховки Да То есть еще есть какие-то у нас поправки важные? Конечно, конечно Давайте расскажем Прописанные чутко Это у нас существует наше право потребителя отказаться от исполнения договора на оказание услуг В любое время, не объясняя причин, но, естественно, предварительно возместив расходы, связанные с оказанием услуг, выполнением работы Некоторые недобросовестные исполнители, изготовители устанавливали штрафные санкции в договоре За добровольный отказ потребителя от оказания услуг Сейчас это четко прописано в законе, это запрещено Это недопустимое условие договора А также нельзя ограничивать право потребителей на выбор последствий, которые связаны с недостатками товара Ну, допустим, сейчас тоже тема актуальная, когда растут цены И если товар с недостатками, которые возникли, допустим, через полгода Мы можем заменить товар на такой же, потребовать возврата стоимости товара Возмещение расходов, связанных с устранением недостатка Но некоторые продавцы говорят, что да, деньги мы вам вернем Ну, исходя из той стоимости, по которой вы попали Если будете ремонтировать, да, мы возместим там или отремонтируем А вот новый товар заменить на новый нет Ну что, он же стоит дороже То есть по факту покупатель теперь может потребовать и это Да, вот когда мы меняем товар на товар той же марки модели артикула Нам его обязаны заменить, независимо от того, как поменялась цена То есть аналогичный товар предоставить, если он имеется в продаже Наталья Рауфовна, у нас действительно мало времени осталось Но я понимаю, что могли у наших зрителей остаться вопросы Куда они могут звонить, куда обращаться теперь для того, чтобы получить разъяснение У нас по-прежнему работает телефон горячей линии 20-20-20 Звонить на него можно каждый день и даже по выходным с 10 до 16 часов А в будни с 9 до 18 Спасибо вам большое за подробный рассказ Я надеюсь, что у потребителей после этого вопросов осталось гораздо меньше Спасибо вам Я напоминаю, что сегодня в гостях была Наталья Рауфовна Саблук Помощник руководителя управления Роспотребнадзора Поморской области Вы смотрели в центре внимания До встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова